7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Общая тема – помощь людям, которые страдают от депрессии. В этом состоянии утрачивается способность радоваться жизни, а она важна. В том числе и для особенных людей, которые живут рядом с нами. Например, такие же, как все, но с дополнительной хромосомой номер 21. Дети с синдромом Дауна и их родители собрались на благотворительную акцию в Могиле. Наш корреспондент Кристина Каранкевич поговорила с ними о талантах и возможностях. У нас замечательная Ксюшенька, ей 3 года. Мы уже ходим в садик. Мы очень талантливые, очень активные. Вы часто появляетесь в обществе с ней? Да, мы стараемся с ней с самого рождения бывать везде. То есть мы и в кафе с ней, мы и на пешеходной, мы нигде ее никогда не прятали, никогда не стесняемся, наоборот. И мы замечаем, что люди откликаются. Семья Ольги и Алексея многодетная. Ксюша – младшая из троих детей. Родители считают, что им повезло иметь такого солнечного ребенка. Мы становимся все добрее, открытыми, любим друг друга. И мои старшие дети учатся этому. На примере младшей. Она их учит, и нас всех учит. Дети с синдромом Дауна не ходят по улицам с руководством, в котором расписаны их возможности и ограничения. Но у каждого из них есть таланты и способности. Помочь их развить решили на совместной благотворительной акции Белорусского детского фонда, арт-студии Геккельбери и фитнес-студии. Дети обычные и особенные веселились, рисовали и фантазировали вместе. Такая общая арт-терапия. Родители говорят, особенных детей нужно просто понимать и любить. Это поможет им. Карьера Макса Льюиса, мальчика с синдромом Дауна, началась 12 лет с участия в маленькой постановке в местном театре. В фильме, номинированном на «Золотой глобус», Макс Льюис сыграл с такими звездами, как Кейт Бланшетт и Джуди Дэнч. А это рисунки 25-летнего художника из Калифорнии Раймонда Ху. Он рисует, используя китайскую методику – тушью и акварелью на рисовой бумаге. Рональд Дженкинс начал заниматься игрой на пианино в 4 года. Теперь он успешный музыкант и композитор. Выкладывает свои ролики на YouTube. Всегда есть понимание, есть забота, есть, как сказать, уважение. Всегда есть чистая дорога перед такими детями. Ты красиво рисуешь, я смотрела, да? Ну да. Это неплохие рисунки, это я так. Да, очень здорово. Я могу вас нарисовать. Да? Да. Давай. У меня такие длинные волосы. Супер. Спасибо тебе. Настя, кем ты хочешь быть? Мусашистом. Общество в целом стало более внимательно к особенным детям, хотя внимательно не совсем то слово. Просто приходит понимание, что все люди разные и каждый ценен по-своему. Эти дети более открыты и честны к окружающему миру. Этого сегодня нам так не хватает. Но хотелось бы их большей вовлеченности в социум. Мы учимся в классе, где шесть детей, дети неговорящие. И она после двух лет пребывания вместе с этими детьми практически перестала разговаривать. Поэтому я думаю, что лучше находиться с обычными детьми, чтобы они были как все, и они тогда растут как все. Каждый из этих детей – личность со своими способностями, интересами и восприятием мира. Раньше их считали неспособными учиться и запоминать. Но на самом деле, посмотрите на рисунки, к их талантам нужна лишь возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!